Доказательство С доктором экономических наук, профессором Борисом Ивановичем Искаковым, тоже физиком по образованию, мы встретились в Болгарском культурном центре перед просмотром фильма о Ванге. Когда вы впервые обнаружили в себя эту способность предвидеть, угадывать, разговаривать с этим голосом, который вы слышите, этот голос всегда со мной. И когда он первый раз появился? Когда мне было 18 лет? Он мне говорил долгие годы. А что он первое говорил? Первый раз он мне заговорил сильнее всего где-то в 41 году, в марте. Все время он мне говорил. Он говорил, придет время, будет война, кто с кем будет воевать, кто с кем будет воевать. Он мне все это говорил, но я тогда этого не понимал, какая война в Югославии. И тогда не была война. Собирали, мобилизация была, но... А потом, когда пришло 6 апреля, начало оккупации фашистами в Югославии, я помню, было в субботу после обеда. И мои глаза его увидели, как он пришел, как ты меня видишь? И я его так видел. Встал человек передо мной. Человек, вступ на лошади. И сказал мне, кто он, но я вам не скажу. Он мне сказал, я такой-то и такой-то. Слушай, что я тебе скажу, завтра начинается война. Ты будешь говорить, кто живой, кто умер. Я вся с ее жилоса. Американцы там писали, что она предсказала смерть вашего отца. Да, это было... Самое интересное, что она предсказала моему брату, что его убьют ровно в 23 года. Он пошел к партизану, она ему сказала, ты хорошо собрался, но знай, что точно в 23 года тебя ждет пуля. И если можно, в день рождения свой старайся не выходить в акции. Но он вышел именно в этот день на акцию, и его убили. Моему отцу тоже предсказала. И она ему сказала, что ровно в Дмитриев день он умрет. А мертвые говорят? Голос тебе говорит о мертвых или они сами говорят? А, они сами говорят? Сами мертвые. А не то, что голос вместо них говорят. Голос говорит, когда нужно, когда они не знают. Долгое время Искаков избегал в своей научной работе каких бы то ни было мистических направлений. Но пытаясь математически проследить причинно-следственный аппарат явлений, он вывел уравнение кармы. Какие у вас возникали мысли, когда мы смотрели этот фильм в связи с вашей работой? Я убежден, что этот фильм очень нужен. Он появился не зря. И сам по себе феномен Банги, конечно, заслуживает самого пристального отношения. Я согласен с мыслью, которую вы сегодня высказывали, что когда имеется феномен, имеется явление, то оно проявляется не в единичном. Да, конечно. Оно должно проявляться множественно в разных странах, через различные личности, через различные ситуации. Но оно обязано проявляться. Нет, ну хотя бы даже возьмем тех же цыганок. Ведь не все же цыганки в рот. Ведь очень многие цыганки, профессиональные, хорошие цыганки, они тоже обладали таким даром. Да. И в этом отношении как раз феномен Банги очень полезен и поучительный. Он как в фокусе линзы собрал себе очень многое. Он стал выпуклым. Выпуклым. И он дает богатейшую пищу для размышления. И в этом смысле фильм замечательный. И в частности, я вот очень внимательно смотрел этот фильм. И вижу, что там как раз вот подтверждение лептонной концепции, которую я пытаюсь развивать. Именно у меня складывается впечатление, что такие люди, как Банга, способны воспринимать антисигналы, приплывающие к нам из будущего. И вопрос только в пороге чувствительности. Люди достаточно чувствительные решают проблему порога чувствительности. А большинство из нас просто несколько толстокожие, как писал Пушкин, мы ленивые и нелюбознатные. Не заставляем себя. Так вот, Банга как раз блестяще решает проблему порога чувствительности. Она получает информацию с антисигналами из будущего. Каждый человек — человека бог. Каждый человек имеет существование, уходящее в глубину космоса, через его лептонные поля. И жизнь человека длится век человека дольше века. Жизнь дольше жизни, и жизнь дальше жизни. То есть каждый человек — это уникальное космическое явление космического значения, космического масштаба. Мы просто недопонимаем этого. Это в какой-то мере, я считаю, развитие эффекта Кирлиана. Эффект Кирлиана — съемки в СВЧ-поле. В данном случае киевская группа... Нет, в ультрафиолетовом, да. В ультрафиолетовом облучении. Тогда возникает возбуждение вот этих квантовых электронных оболочек. Не электронных, а микролептонных оболочек. И они начинают светиться. Вот они начинают восприниматься при фотосъемке. Причем видно, что эти квантовые оболочки или голограммы человека подвижны. Они зависят от состояния здоровья, от настроения, от эмоционального состояния. Они дышат. Все дышит. Человек перемещается по улице, перемещаются с ним все эти квантовые оболочки. Но важно вот что. Каждая голограмма, вот это удивительно. Каждая голограмма повторяет стопроцентно полностью всю информацию, которая содержится в ядре. То есть с любой точки можно снять всю информацию о человеке? То есть можно, не вникая в человека, не проникая, на некотором расстоянии снять всю информацию о нем. Не только диагностику. Снять информацию о его тончайшей жизни в душе. Жизни, мысли. Мысли. Все. Можно полностью снимать. Но это все труднее, труднее, труднее. Все больше и больше переходит в проблему порога чувствительности. А голову матери нечет их? Ну, она там давно упала и разбила себе голову. А я что? Я ее вижу. Она тут рядом со мной. Вот я ее вижу. Там рядом с дверями стоят. И твоя жена здесь стала. Твоя жена уже давно больна. Вы раньше ей не верили. А года четыре назад отчего ее лечили? Ну, от того же самое. Где они находят рак? Не в матке? Нет. В левой груди. Под мышкой. А почему не сделали операцию? Потому что она не хотела. А облучение тоже не хотела. Это у тебя первая жена? Нет, не первая. Вот я вижу. Первая у меня умерла. И ребенок умер. Я вижу. А вторая жена родила. Но ребенок умер через пять месяцев. Ну, честно. Мне говорят, что это наследственно. Это моя наследственная, это не верно. Врачи говорят, что это наследственно, но просто за ней плохо ухаживали. Человек, у тебя уже 18 лет живешь прямо собачьей жизни. Жал мне людей, жал мне тебя. Жал мне, жал мне тебя. А ты почему был в больнице? Ты почему был там? Тебя от чего лечили? Я не помню. Тебя еще много, тебя должны лечить, но ты будешь терпеть, потому что ты должен смотреть за больной дома. Что там скажет медицина, я не знаю, но чтобы ты и я знали, что ничего хорошего я у тебя впереди не вижу. И самое интересное, вот мы подходим к постулатам религии, дальние замыкающие голограммы всего человечества сливаются, образуя единое лептонное биополе всего человечества. Да, только я хотела спросить, вот как же в этом смысле убийство происходит? Вот. Или оскорбление? И когда один человек обижает другого, наносит, ну, осуществляет такт агрессии, обмана, насилие, вероломство и так далее, сработает бумеранг. Как раз соответствует названию вашей программы. То есть, жертва страдает, но агрессор получает возмездие через лептонные поля, нередко это возмездие еще больше и более интенсивное, чем, так сказать, воздействие на жертву. И мы в жизни наблюдаем массу подобных примеров, только вопрос наблюдательности, чтобы наблюдать это, уметь наблюдать и видеть. Так вот, отсюда и вытекает. Если человек оказывает добро, добро проходит цепную реакцию, добро это то, о чем писал Дев Толстой, и возвращается старицей к источнику. Если человек осуществляет так зла, пробегает цепная реакция зла и возвращается к нему как к источнику. Причем, чем дольше проходит, чем больше и круг проходит, большее время, тем сильнее бывает наказание. Да, здесь действует закон накопления критической массы, вот что вытекает из математического рассмотрения. И дальше, тем самым, мы как бы автоматически приходим к великим постулатам всех мировых религий. Не убей, не укради, не навреди, не пожелай другому того, чего не желаешь себе и так далее, и так далее. Мне отмщение и азм воздам. Совершенно верно. Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую щеку. Все почему-то понимают, что вторую, вот эту, вот подставить надо. Нужно другую, не ответить. Да, да. Не увеличить количество зла. Найти адекватную форму ответа, которая не приводит к наращиванию зла. Возможно сопротивление зла, но в других формах. Вопрос в том, чтобы человек нашел эту форму. И вот эти постулаты религии, вы знаете, приводят меня в состояние крайнего изумления. Какое? Вот я уже где-то больше 10 лет занимаюсь этой проблемой. Меня удивляет следующее, странный парадокс. Математический аппарат холодный, равнодушный, где-то может быть даже и бездушный, равнодушный, как природа. Единственное, что его уделяет, это красота и изящество, симметричность. Как вообще аппарат квантовой физики, квантовой статистики. Но из этого математического аппарата вытекают великие этические критерии принципа. Критерии добра и зла. И вот этот скачок, он меня до сих пор поражает. Я не могу привыкнуть, я восхищаюсь этим скачком. И, по-видимому, не случайно, я считаю, что это не случайно, именно с этим связан тот факт, что все великие создатели квантовой физики в той или иной форме занимались богоискательством и богостроительством. Марс Планк, о котором я уже говорил, Гейзенберг, Шредингер, он написал книгу «Жизнь с точки зрения физики», Дирек и многие-многие другие. Более того, Марс Планк даже пишет, что это не только свойство квантовой механики. Все те ученые, кто коснулся вот жгучей тайны бытия, самых сокровенных струн природы, они все вставали на такие же позиции. Как вы относитесь к идее, что Земля — живой организм? Вот это очень интересный аспект, интересный вопрос сам по себе. Из уравнений кармы вытекает, что лептонные голограммы есть у всех тел, как живой, так и неживой природы. Стоячие волны возникают тоже у всех. Они резонаторы. Резонаторы. Значит, они отвлекаются на любую идею. Теперь, когда человеческий мозг мыслит, он излучает лептонные сгустки. Эти сгустки подобны маленьким разумным существам. Маленькие разумные существа. Мысли-формы, мысли-образы, мысли-чувства — это маленькие разумные существа. Они обладают, по крайней мере, некоторыми существенными признаками разумных существ. Свободой перемещения в пространстве. Они автономно живут. Когда говорят, мысль пришла в голову или мысль ушла, это действительно так. Кстати, это тоже соответствует гениальной догадке про зрение Платона. Он развивал учение Абейдеса. Но тогда это шло на уровне терминологии двухтысячелетней давности. А сейчас мы это видим на языке микролептонов, то есть на материалистическом, четком языке современных физических представлений. То есть наш мозг производит отбор того, что мысли приходят всем приблизительно одинаковые. Кто быстрее производит отбор только тех мыслей, которые соответствуют его уровню? Вот я хочу продлить Вашу мысль развития. Действительно, поскольку мы излучаем Абейдесы на протяжении всего существования нашей, по крайней мере, сознательной жизни, то оценки показывают, что за всю свою жизнь, в зависимости от сроков жизни, мы излучаем или рождаем, порождаем несколько миллионов своих маленьких детей. Мыслей? Эйдесов. Мыслей фуку. Это и желания, и образы, и чувства, и эмоции, и все вместе, и мысли. И вот мы, оказывается, несем колоссальную нравственную ответственность перед космосом, перед человечеством, перед окружающим, перед будущим, перед землей, за то, какими будут несколько миллионов наших детей. Если это будут эйдесы благородные, добра, любви, милосердия, помощи и так далее, то мы способствуем лептонной экологии, очищению лептонного пространства. И наоборот, если это будут уродливые эйдесы зла, насилия, вероломства, зависти, тогда мы засоряем лептонное пространство. И что в таком случае происходит с нами? Тогда от этого страдает все человечество, от этого страдает вся структура сознания. Получается, что человек не единственный носитель сознания. Человек, любой, вообще человечество, поставлено в шкалу уровней сознания, человек занимает только одну ступеньку. Есть уровни сознания выше человека и ниже человека. И возникает так, что впечатление из математического аппарата, нельзя сказать, что это доказательство, но не противоречит аппарату, математическому аппарату предположение о том, что обладают сознанием или предсознанием, или формой предсознания, такие тела, как планета Земля, как звезда Солнца, как Солнечная система, как галактика. То есть, как бы это другие формы сознания, да? Другие формы сознания. Вот группа Сочеванова и Ахатрина делала очень красивый опыт. Сочевана. В одной комнате на вазу ставились одна картофелина, одна помидорина, одно яйцо, и поединички различные ягоды и фрукты. В соседней комнате в вазе повторялось на столе то же самое. В соседнем доме то же самое. На противоположном конце деревни то же самое. В другой деревне за несколько километров то же самое. Дальше эксперименты проводились у первого стола. А там сюда стояли люди с рамками оператора. Когда горелка, пламя горелки подносилось к картофелине, оказывается, картофелина начинает кричать от боли только в области СВЧ-частот. И этой боли сочувствовали все остальные виды фруктов и овощей. В этой вазе, в соседней комнате, в соседнем доме, на несколько километров и так далее. Причем интенсивность отлика сочувствия практически не зависела от длины расстояния. Это удивительно красивый философский вывод. И даже исследовался Чиванов вопрос о степени чувствительности. Оказались очень чувствительны к чужому страданию нежные ягоды. А вот как раз картофелины оказались более толстокожие, что ли. Они менее откликались. То есть получается так, что все это тоже обладает сознанием, или как французские энциклопедисты писали предсознание. Вот Гидрой об этом писал, и Ленин это цитирует. Ну вы знаете, знаменитый опыт, когда растение человек сломал, а потом проходили много людей мимо него, и он узнавал своего обидчика, реагировал только на него. Экстрасенсов, ассоциативов, это уже стандартные эксперименты. Больше того, растения могут узнать убийцу. Если растения были свидетелями убийства, они знают убийцу. Они на него реагируют. Это используется уже. Измерение поля. Измерение поля. Следовательно, если охотник убивает лося, оказывается вся природа в эту секунду, в эти секунды кричит от боли. Только охотник не представляет себе этого. Он в других частотах живет, он не воспринимает. А если бы наш спектр органов чувств был гораздо могущественнее, шире, мы бы все это воспринимали. Мы бы были ближе к Богу. Мы очень ограничены узким спектром частот. И воображаем себя вершиной сознания. Нет. На самом деле мы занимаем свою ячейку очень скромно. И, в общем-то, мы, вот я считаю так, что у человечества есть биополе, лептонное биополе, а у всего же, и это часть ноосферы Вернадского. Ноосфера Вернадского, это не только совокупность живых людей, сознательных веществ, но и вся совокупность эйдосов, и вся совокупность мыслей, вся лептонная, лептоносфера человечества, это гигантское информационно-энергетическое поле Земли. Все мысли, пережитые человечеством, там все записано. Ни одна мысль не пропадает зря, будучи записанной или высказанной устой. Об этом писал Вернадский, об этом писал Рерих. И Булгаков. Булгаков. Рокописи не горят, это на самом деле действительно так. Лептонной шкале материи не горят. Не пропадает ничего. Не пропадает ничего. Вот мы беседуем, а это записывается. Не только на пленку. Не только на пленку. Так вот, в этом отношении лептоносфера человечества входит как составная часть лептоносферы планеты Земля. Да еще богаче. А это в свою очередь входит в лептоносферу Солнца и Солнечной системы. То есть мы как бы составляем просто часть огромного сознания, формы сознания, которая обладает Земля. А раньше у тебя болела нога? Почему ты хромал? Ну от Паркинсона? Нет, нет, еще раньше. Лет 20 назад. Ты золотой человек, хороший. Врач нам сказал, что это Паркинсон. Нам ничего не объяснили. Тебя прямо бить мало, человек. Ты всю жизнь столько работал. Почему ты так много работал? Кто тебя заставлял так много работать? Чтобы они сгорели, эти все дома, которые ты нажил. И давно он умер. И давно он умер. Сказали, что у него легкемия. Большой мальчик, 16 лет. Спрашивает насчет велосипеда. Есть у него велосипед. Он очень хотел. Он говорит, что у меня было желание иметь велосипед. Целый год просил, и так мне не купили. Целый год я просил, хотел велосипед поменьше, побольше. И так мне и не купили. Два года было, чувствовало себя плохо. И все, чтобы закончил школу, чтобы не закончил школу, но смерть пришла неожиданно. Что происходит с человеком после смерти на 9-й 40-й день? Период полираспада, вот 7-9 суток, это период, когда лептонные поля разрушились наполовину, мы их подпитываем. Даем им возможность продержаться дольше. После 40 дней мы тоже подпитываем, даем возможность продержаться дольше. И тогда возникает вообще вопрос. Что же с нашей сущностью? Где наше главное я? На атомном молекулярном уровне или в лептонном уровне? Ответ такой, что и там, и там. И то, и то наша сущность. А как же это на теории биосвещений? Наша главная. Вот, так вот, и получается. Если лептонные поля могут сесть на другое материальное скопление, в тельце рождающегося младенца, то, значит, лептонные голограммы переходят сюда и начинают новый цикл своего развития. Но это же не хаотично. Не хаотично. Это осуществляется тоже по соответствующим законам. По закону кармы? А средние и легкие имеют другие периоды полураспада. И кто знает, может быть, вечные. Вот легкие фракции, может быть, вечные. То есть, однозначно сейчас сказать нельзя. Если лептонные голограммы сохраняются, легкие фракции легчайшие, то они сохраняются. И это самые лучшие, идеальные чертежи архитектурные проекты и инженерные чертежи голограммы человека. По ним можно восконструировать любого жителя Земли из прошедшего по Земле в любое столетие. То есть, потенциально философски это возможно. Вопрос лишь в технологических трудностях.